Если триумф Единой России был ожидаем, то низкая явка стала весьма неприятным сюрпризом. И в первую очередь для так называемой несистемной оппозиции. Её представители в Госдуму не попали. За выборами в российской столице следила моя коллега, специальный корреспондент ЛТВ в Москве Ольга Драгилёва. Здравствуйте. Белетесь обработан. Спасибо. Голосуют в России весело. На многих избирательных участках здесь говорящие урны, чаще всего ещё и буфет. В одном из региональных пунктов голосования первому избирателю вообще подарили бутылку водки. Такая традиция. Большинство здесь за партию власти. Я, например, доверяю Единой России. А потому что достижения хорошие у этой партии. И ей можно верить. Да, конечно, я думаю, что это единственная партия способна обеспечить. В настоящий момент, я не знаю, как дальше, но в настоящий момент единственная партия способна обеспечить стабильность в стране. Сегодня становится ясно. В Единой России 54% голосов. А это значит, конституционное большинство в Государственной Думе. И уже рано утром партия власти собирает пресс-конференцию, которую называют пресс-конференцией победителей. Конечно, поддержка наших кандидатов, как я уже сказал, была обусловлена и тем, что нас и кандидатов, и партию поддержал Владимир Владимирович Путин. Тем не менее, парламент седьмого созыва уже окрестили Думой меньшинства. Выборы показали рекордно низкую явку. Проголосовали меньше 50% по всей стране, а в больших городах вообще только треть. Просто не захотелось голосовать. Обстоятельства были, они важнее были. Я жалею, конечно, что не поучаствовал, но думаю, что, скорее всего, результаты не изменились бы от этого. Эксперты объясняют, сработал перенос голосования с декабря на сентябрь и игнорирование выборов на госканалах. А оппозиция просто не смогла мобилизовать сторонников. Раскол оппозиции, демократической оппозиции Владимиру Путину и Единой России, скандалы вокруг этого раскола. Невнятная позиция Алексея Навального, который отказался поддержать откровенно либо одну, либо другую партию, занимал полубойкотную позицию. Нарушений хоть и было меньше, чем на прошлых выборах в 2011-м, но сообщений о вбросах, каруселях и просто подвозах бюджетников сотни. Впрочем, выборы сделали не они, а так называемая ночная фальсификация. В этом уверены независимые наблюдатели. Просто берутся протоколы и тупо переписываются. И добавляется кому надо 300 голосов или 500 голосов. И это самый эффективный, самый простой и надежный способ. И он реализуется в регионах с так называемой особой электоральной культурой или особым электоральным режимом. В Чеченской республике реальная явка на участке. Хорошо, если 30-35 процентов. А рисуют 80-90. И точно так же рисуют результаты голосования. В «Единой России» на вопрос латвийского телевидения о фальсификациях не ответили. Вы скажите мне, где, на каком участке, в каком регионе, в каком муниципалитете. И конкретно скажите мне, в Латвии или где? Нет, мы говорим о территории Российской Федерации. А вы мне назовите на территории Российской Федерации, где это было. Спасибо. Предварительное заключение миссии ОБСЕ, которое наблюдало за предвыборным процессом и самим голосованием, голоса считали удовлетворительно. Но основная проблема в том, что происходит до выборов. В своем отчете мы отметили, что средства массовой информации были необъективны и благоволели к «Единой России» и к чиновникам. К тому же, негосударственным организациям здесь все сложнее работать. Например, они больше не имеют права посылать своих наблюдателей на выборы. Государственная дума седьмого созыва начнет работать через месяц. Ну а российского избирателя скоро ожидают новые выборы. В 2018-м заканчивается полномочия президента России Владимира Путина. Ольга Дрогилева, Юрий Сергеев, Латвийское телевидение, Москва, Россия.